День добрый и добро пожаловать, с вами я, Хэг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы посмотрим на игрушку под названием Bunny Must Die. Chelsea and Seven Devils, а то есть кролик должен умереть. Челси и семь дьяволов, сатаненков, вот так вот лучше всего это перевести. Итак, это игрушка очень японская. Перед тем, как я сказал жанр, да, я признался, что игрушка очень японская. И давайте я вам покажу то, куда я попал, как видите, вот это все карта того, где я побывал, что я нашел. Но давайте начнем с самую новую игру, с самого начала, просто чтобы показать вам, что из себя игра представляет. Игра сама по себе Metroidvania, при том мне очень напоминает Castle Story. И нет, я не сравниваю ее с Castle Story, фанаты Castle Story, потому что Castle Story это самая лучшая игра в мире, и нет больше других игр, кроме нее. Да, вот так вот. И здесь у нас сюжет, который нам описывает то, что существа, живущие в этом мире, открыли кошачью энергию. Это что-то вроде атомное, но только кошачье. Но произошло ужасное, как видите, вот этот кролик попал под радиацию, его облучило, и она превратилась чуточку в кошку, у нее выросли уши. Но вот реальный кролик, в общем, как видите, тут бой, бой, жестокий бой, и нужно разобраться, в общем, что происходит. И давайте пойдем. Мы управляем вот этой вот девчонкой, кроликом. Мы можем стрелять, мы можем приседать, мы можем подпрыгивать. Все остальные возможности у нас откроются попозже. Например, сейчас у нас мы добавили себе, скажем так, первую деталь того, что мы можем откручивать время назад. Но, давайте посмотрим. Вот, например, сюда, давайте соберем немножко жизни. Сюда я могу попасть только, открыв вон ту дверь слева. Открыть ту дверь слева я могу только сначала нажав, потом пробежав очень быстро, как видите, мне дается только одна секунда, а потом открутить время назад. Все это мы получаем, побеждая боссов или находя вещи в мире. Мир более или менее открыт, и, как вы понимаете, мир мы открываем, находя вещи и учась возможностям. Так, давайте наш первый чекпоинт. Оп, отлично. Чекпоинты расставлены очень хорошо, то есть у меня никогда не было такого ощущения, что игра нечестно делает себе сложность. Все-все-все прилично. Она, считайте, отрезает отдельные куски интересных заданий и интересных преград. И мы можем всегда вернуться, всегда подбежать к старому чекпоинту. Все это есть. Итак, вот мы наконец-то нашли нашу открутку времени. Пока что это даже не открутка времени, это просто заморозка времени. Она нам нужна, чтобы пройти некоторые ловушки и пройти некоторых боссов. Так, давайте тогда посмотрим. Ту куколку наверху я могу собрать только попозже. И да, я уже вам говорил, что игра очень-очень японская. Сама по себе стилистика может отпугнуть людей, которым не нравится аниме, которым не нравится вот этот японский анимешный стиль. И я понимаю, то есть я, скажем так, я смотрю аниме-мультики, но более европеизированные. То есть Ghost in the Shell это очень европеизированный мультик. А, например, господи, как это называлось? Они? Не Они, а Ганс, Ганс, Ганс. Тоже очень странный и скорее взрослый мультик, чем вот такой вот детский и мультяшный. Но, но это все можно проигнорировать, потому что геймплей здесь настолько интересный, хороший и хорошо сбалансирован, что можно, можно играть, просто не обращая внимания. Может быть, просто опустить музыку, которая, знаете, она такая очень жанровая. И, опять же, если вам одно не нравится, вам весь пакет того, как обставлена эта игра не понравится. Ну, конечно же, глаза закрывать не стоит, когда играешь в эту игру. Но забываешь очень быстро, что играешь кроликом, превратившимся чуточку в кошку. И просто играешь в это, как в Мегамена или как в Castle Story. А то есть прыжки, выстрелы, разборки с врагами. Мы можем найти новое оружие. Вот как раз у меня Бумеранг. Отлично. Но я, честно говоря, чтобы пройти босса, я хочу найти себе не Бумеранг, а найти... Господи, как это? Такая булава страшная, абсолютно ужасная. Так, я лучше Бумеранг себе оставлю, потому что он получше, чем мечи, которые мне здесь предлагают. Давайте подождем. Я вам сейчас покажу босса здесь. И мы тогда пойдем на мой сейв, потому что я там прошел совсем-совсем далеко. Там уже очень тяжело. Там больше механик, которым я могу пользоваться. Итак, давайте посмотрим. Этого босса я прошел уже. Так, давайте попытаемся ее все-таки Бумерангами завалить. Хорошо. И отбиваемся от ее выстрела Бумерангами. Отлично. Так, теперь она будет стрелять огнем. Ай! Можно было его вернуться. Я этого не сделал. Не захотел. Это по моему решению. Я решил проиграть. Не пройти босса. Так. Тихо, тихо. И скажу вам честно, с тем оружием, такой огромной булавой, я босса прошел намного проще, чем вам кажется. Хотя у него здесь, видите, тоже можно обойти немножко его механику. Но там с булавой, там было совсем очень-очень-очень весело. То есть мы останавливаем время. И я вам не скажу, как я прошел этого босса, потому что я не хочу вам спойлерить ничего. Чтобы вы сами играли, чтобы вы сами пытались пройти, узнать, как проходить, как разбираться с ним. Или даже с ней больше. Он босс. Она враг. Нет, он враг. Она демон. Нет, он демон. Она анимешная фигурка, нарисованная на экране. Вот как. Все. Я выкрутился. И так. Вот. Мне совсем чуть-чуть не хватило, чтобы ее победить. Но я просто заговорился, не обращал внимания особо, что на экране происходит. И вот одна из очень немногих вещей, которые меня нервируют. Первое, это голос. Девчонки. Господи, как бы мне хотелось выключить его полностью. Второе, это то, что после каждой смерти нас сразу же не респонят. До чекпоинта. А нам приходится загружаться снова и снова и снова. И это давит. Это немножко давит. Но это терпимо, скажу вам честно. И так вот мы сейчас находимся в фабрике. Или на фабрике. Которая использует и производит вот эту вот кошачью энергию. И как видите, они высасывают ее из кошек. Так, давайте нажмем тогда на кнопку. Девять. Девять секунд. Ну хорошо. Мне тогда придется, скорее всего, открутить время. Ага, хорошо. То есть так. Так, все понятно. Так. Давайте пойдем. Восемь. Так. И нажимаем на кнопку. Продолжаем это все. А! Я здесь не могу пройти. Так, еще раз нажимаем на кнопку. Так, давай откручивайся. Так, есть. А! Угу. Угу. Так, подождите. Я это просто сам еще не проходил. Так что я здесь еще ориентируюсь, как это сделать. Так. Как раз под дверью лучше не стоять, когда время закончится. А! Яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так. Так, тихо. Кнопка. 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 Слушайте меня. Слушайте меня, кнопка. И спускается сюда. Может быть лучше всего с кнопки сойти, тогда когда у меня... А, нет. Я когда нажал на кнопку, тогда нажал на кнопку. У меня нету выбора того, когда я могу на нее нажать. Так, а я могу рядом встать просто? О! Да, я могу рядом встать. Я просто хочу нажать на кнопку, как только у меня пойдет платформа обратно наверх. Не хочу ждать лишнюю секунду. Вот. Теперь. Отлично. И... Ага. Вот у нас еще одна кнопка. Понятно. Все, все, все понятно. Это у нас нужно друг за другом за другом. Хотя, подождите. Оп. Хе-хе-хе-хе. Вот оно. Откручивающееся время. Механика, которую стоило показать. Так. Хорошо. Я проскочил. Сейвпоинт, который нас лечит и восстанавливает нам время. Отлично. И мы можем идти дальше. Куда дальше? Я, честно говоря, не знаю, куда мы сейчас пришли и как здесь пройти дальше. А что здесь такое вообще? Так, давайте нападем на все. Попробуем. Может быть, ее? Может быть, с ней можно как-то что-то сделать? Нет. Так, а в чем прикол? Ну, я сюда попал. Хорошо. Я даже здесь сохранился. Это нехорошо, потому что я теперь отсюда не могу выйти. Но... Как? Как мне про... Время... Время... Давайте я попытаюсь открутить его назад. Нет, особо ничего не происходит. Давайте попытаюсь остановить его. Немножко. Так. Давайте выйдем с экрана. Сейвпоинт получим. Хорошо. Так. Когда время останавливаешь... Так. Тогда можно сделать что-то. То есть, некоторые ловушки и некоторые секреты именно отвечают на остановку времени. Нет. А, вот! Господи ты, боже мой. Вот оно. Секрет, понимаете ли. Придумали. А! Нет, это нехорошо, что я в огонь попадаю. Это совсем нехорошо. О, господи ты, боже мой. Ты босс? Меня не предупреждали. А! Мне не сказали, что ты здесь будешь. Извини. Парень, если бы я знал, я бы сюда не пошел. А-а! А-а-а! А-а-а! Где бы-nde-бни-бни-бни-бни-бни-бни-бни-бни-бни-бни-бни-бни-бни-бни-бни. Так. А-оп. И... А-а! У меня опять не хватило. Совсем-совсем чуть-чуть. Но это потому, что я до него долго шел. Не мог увернуться от его огненных шаров. Так. Давайте тогда пройдем в этом видео. босса мне просто интересно что нам дадут когда мы пройдем его тогда так идем гол 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 так есть есть все давайте а нападаем дико дико нападаем у меня даже получается увернуться по-моему я его просто чизю но но это неважно если можно босса защитить значит разработчики это предвидели ну или не предвидели но мы зачизили босса так нет нет так по моему здесь нужно остановить время чтобы мне можно было с ним разобраться я постоянно о нем забываю так еще раз еще раз и видите игра игра затягивает да у нее анимеш на это это неважно игра хорошо сделана и она интересная может быть единственный минус который вправду геймплея относится это то что платформе так себе но с другой стороны плат форме он так себе потому что это не платформер то есть для платформера если бы продавалась игра как платформер то это было бы непростимо ну совсем совсем непростимо для платформера такое так давайте будем стоять на месте и пытаться перепрыгнуть вот как хорошо так осторожно осторожно папа 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 ну умри ты ну ну ничего это ничья и я приму ничью и тогда потом пройду сам и так это bunny must die она сейчас стоит 250 рублей и я скажу вам честно если вам нравилась castle story если вам нравятся игрушки metroid в ней то играйте как на клавиатуре так и на контроллере они идут она идет прилично все управление она дигитальная так что здесь нету никакой разницы аналоговые палочки у нас или нет и да 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 она очень очень приятная без проблем можно взять на скидки если те кто не знает понравится ли им стилистика или нет но им все-таки интересно братья и или не стоит пускай демка бежит я тогда закончу и что я вам ах да я совсем вам забыл сказать то что things чешир меня попросили вам сказать то что они устраивают конкурс они устраивают конкурс на нашей группе вконтакте да она у нас есть она была мертвая очень долго но теперь ее оживили там будет как конкурс на рисунки на комикс о нас нарисовать при том будет очень интересно то что зрители а то есть посетители сами смогут проголосовать мы это пытаемся сделать первый раз так что пожалуйста поучаствуйте посмотрите нравится ли вам такой скажем конкурс или нет это мы посмотрим но больше информации вы можете найти у нас на сайте который как раз тоже немножко изменился зайдите туда посмотрите а также на нашей группе вконтакте обе ссылочки у нас будут в описании видео и того и еще одного обзора который сегодня будет так что заходите участвуйте смотрите выигрывайте игры я тогда говорю большое большое спасибо за внимание и мы увидимся в следующем видео